Ребят, каждый из нас когда-либо ошибался, и также каждый из нас когда-то делал то, о чём потом сожалел. И я тоже не исключение, но а те, кто говорит, ой, я нет, я никогда не ошибаюсь, я лучший, я лучшая, в том человеке и больше всего сами знаете чего. Всем огромный-огромный привет, я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро, и я хочу обсудить ситуацию с Сергеем. Эту ситуацию, по которой, по причине которой он остался без поддержки Мансура. Потому что вот мнения разделились, кто-то кричит, что вот такой-сякой Мансур, он выставил его на улицу. Кто-то, наоборот, кричит на Сергея, что вот он такой-сякой, что так себя вёл, что в тихом омуте, сами знаете, кто водятся, и что он вот неприличный человек, а выставлял себя неизвестно каким. О том, что он мутный человек, я заподозрила сразу. Ну, потому что в основном он хотел говорить и говорил о себе только всё самое хорошее, да. И такого быть не может. Человек, который только восхваляет себя, простите, но имеет внутри кучу ГЭ. Это моё личное мнение. В комментариях также я прочитала, что был стрим на канале Добрые дела Казахстана, и там что-то написали про Сергея. Я сейчас, ребят, вам зачитаю этот комментарий, ну и дальше хочу поделиться своими мыслями. Немного посмотрела стрим с Олесей и Павликом. В комментах написали про Сергея, и Пётр позвонил Сергею. Сергей сказал, что он там, где прописан, а Мансур его кинул. Хотел снять комнату, но ничего не сделал. Петя ему сказал, если приедет в Усть-Каменогорск, то они ему помогут. Ребят, я всё понимаю, что сейчас, конечно, они будут пытаться, наверное, что-то сделать для Сергея. Ну, хотя это не точно, но это же, собственно, их герой. Сергей, это их проект, в котором был Сергей, но с какого-то перепугу его скинули Мансуру. Получается, Мансур его забрал. И, слушайте, раз Сергей не сделал того, о чём договаривались с Мансуром, то, простите, как можно человеку помогать? И помогать тому человеку, который врёт. Он Мансуру говорит, что я не пил, я не пью, только все другие кругом вокруг него алкаши, которые не дают ему жить. Но при вахтёрше он признался, что пил. Ну, и как это понимать? Уже только это говорит о том, что в словах Сергея куча вранья. Согласитесь. Также прочитала на канале «Делающий добро» тоже, ну, комментарии. И был закреплён комментарий, что, может быть, на вахте женщина врёт. Много было там рассуждений некоторые, вам зачитаю, которые, ну, знаете, меня тоже как-то, ну, затронули. И как-то я поддерживаю их. Человека, которого лишил жизни, тоже был виноват. В посёлке, в котором жил, все плохие нападали на него, родные от него отвернулись, знать их не хочет. Кто виноват? Вот да, у него все кругом виноваты. Виновата, видимо, вот эта вот консьержка или как она на вахте, которой женщина сидела, что его выгнала, да, высказала о нём всё. Виноваты те, кто пили, покоя не давали. Опять же, у Олеси он тоже курил там, где находится ребёнок. Но, собственно, можно было выходить на улицу покурить в другое место, чтобы ребёнок не видел, что он курит. И его много просили об этом и говорили ему, чтобы он это не делал. Видимо, его уже в конце концов достали всем этим. И тут подвернулся Мансур, и Мансур, как всегда, поверил, да, что человек, ну, действительно, вот такая вот ситуация, да, сложилась. Тоже вот сидел, и вот так вот получилось, что как бы самозащита и всё прочее. И забрал его. Но и Мансура он, получается, подвёл. И в чём Мансур виноват? Мансуру что, нужны проблемы? Проблемы с законом, проблемы с хостелами, в которых жалуются на него. Мансур оплачивает, а этот выпендривается и неизвестно, что делает. Понимаете, таких людей очень много, которым нужна помощь. И таких, кто выходит тоже из мест заключения и хочет, значит, новую жизнь, но у них тоже нет ни кола, ни двора, таких тоже очень много. И что, теперь их всех, скажите, собирать и всем помогать? Да, я понимаю, что у него инвалидность, что у него одна рука не работает. Но, слушайте, враньё это уже не идёт ни в какие рамки. А в нём, этого вранья, куча. Но не может быть такой человек ни в чём не виноватым и просто идеальный, как он себя описывал во всех роликах. Что он и грибы выращивает, и всё он делает. И он занимается там какой-то, чем он там занимается, астрологией или эзотерикой, или чем, короче, он что-то там предсказывать собирался Мансуру. Просто мудрец из мудрецов. И что ж такой мудрец не может сам прожить, если он такой мудрый? Кстати, я ещё заметила такие моменты. От Мансура он всё требует, что вот, пошли, зайдём ещё в магазин, потому что есть нечего. А делает он по той причине, что, ну да, слишком мудрый. И он смотрит видеоролики Мансура, он всё прекрасно понимает. Он понимает, что такое Ютуб, что Мансур снял ролик, выложил за видеоролик, также получил деньги, и он, получается, считает, что Мансур ему просто-напросто уже обязан. Поэтому он так и говорит, как бы требуя от Мансура, что пошли в магазин, и нет еды, чтобы ему купили поесть. Именно вот такой и комментарий тоже был на канале Делающий Добро. Теперь вообще всё стало на свои места. Это психически нездоровый человек, да ещё и пьёт. Не спит, потому что чифирит. Это кофеин. И нервный, потому что после выпивки и выпить, или выпить надо. Обратите внимание, что он не просит, а требует. Да, да, именно, требует. Как будто ему кто-то или что-то должен. На хлеб ему деньги дали, он даже спасибо не сказал. Пенсию получает, за жильё не платит, и на хлеб денег нет. Ну, вот правда, ребят, правда. И делает он лишь потому, что слишком мудрый. Слишком мудрый и понимает, что такое Ютуб, и что он якобы имеет право требовать. И знаете, да, ну, консьержка, может быть, там она и что-то могла где-то преувеличить. Но, опять же, зачем этой женщине проблемы с законом, скажите? Когда тот будет стоять и по ушам ей ездить, что вот, я сейчас вызову Мансура с камерой, чтобы всё снимали, что здесь происходит, что здесь делается. И это явно было именно так. Когда ему делали замечание, а ей это надо, ей нужны эти проблемы, ей нужны съёмки, чтобы всё снимали и на весь мир показывали. От греха подальше от такого Сергея. Поэтому она отказалась, что она не будет больше продлять его проживание. За оплату также, что найдутся другие люди, которые будут там постояльцами и будут жить. И, собственно, правильно она сделала. Опять же тоже, у него есть дочка. Он, ясное дело, где-то переписывается с ней. Ведь он, помните, он привет передавал ей, что Алиночка там, и что-то он говорил там ещё на немецком. Он грамотный человек и очень хитрый. Раз с дочкой поддерживает отношения, почему не может дочка отцу, ну, помочь найти жильё и оплатить? Я всё понимаю, как он говорит, что он её не растил, и, получается, не было у него там возможности, здоровья. Потом он, получается, что ещё в местах заключения был. Ну, и что? И что? Ну, так дочь есть дочь. Или только у них такие виртуальные приветики и всё. А другие, пускай, сами там помогают и думают, как помочь Сергею, который вот так вот подставляет людей. Мне вот сейчас интересно, на самом деле, как действительно поступят добрые сердца Казахстана. Ну, это же герой их проекта. Он попал только от них к Мансуру. Помогут ему или не помогут? Вот интересно, и чем они ему помогут, если он приедет в Усть-Каменогорск. И сейчас он находится там, где прописан. Но раз находится там, где прописан, то значит, он может там жить? Он говорил, что он не может там находиться, потому что там психологически ему невозможно быть. То есть, у него там, наверное, какие-то ужасные представления и всё прочее. И как бы это опасно как-то, или что? Вот это вот мне непонятно. Ну, так что, если у него какие-то психологические проблемы относительно этого жилья, все сразу должны всё бросить и помогать ему? Ну, как-то не знаю. Полно немощных людей, детей, женщин, бабушек, которым нужно реально помочь. А здесь раздули прям целую историю, что Мансур его выставил. Ну, не просто так же он его выставил. Вы вспомните, сколько писали Мансуру. Мансур, присмотрись, что он не тот, за кого себя выдаёт. И на стриме, я тоже помню, в стриме об этом писала, что Мансур отвечал. Он отвечал, ну, посмотрим, посмотрим. Пока он более-менее, он не нарушает договорённости. Он живёт нормально, никаких там вопросов к нему нет. Понимаете? Всё шло как по маслу. И это не то, что специально он взял его и выставил. Нет, он тянул его, и в конце концов вот так вот вышло. Ну, а что теперь остаётся делать Мансур? Он ему доверял. А вышло, оказывается, то, что Сергей врун. Денег на хлеб нет, а, получается, выпивал. И сам это подтвердил. Ну, значит, выпивает. И самое поганое, это не то, что он там выпивает, не каждый же день, да, а то, что он врёт. И вот это вот противно, правда, по отношению к помощи людей. И да, ребят, каждый из нас когда-то в жизни ошибался. И порой за эти ошибки было и стыдно. Не без этого, ребят, согласитесь. Но главное вовремя это понять и принять. В общем, у меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.